Выборы 2020 года показали, насколько действительно расколото американское общество. Расколото по разным направлениям. Очень интересно, что внутри обеих партий тоже есть раскол. Есть тенденции к тому, что укрепляется популистская составляющая. И у демократов, и не случайно Берни Сондерс, такой социал-популист, был очень серьезным конкурентом Байдена на праймерис. И у республиканцев такой правый консервативный популизм представлен Трампом. Так напряженно шла предвыборная борьба, так противоречиво оцениваются результаты. И то, что так неравномерно распределились голоса избирателей с точки зрения и географии. Потому что средний запад и юг Соединенных Штатов голосовал за Трампа. А восточное и западное побережье там победил в большинстве штатов Байден, а в большинстве округов. И одновременно общество расколото по социальным, по этническим, расовым направлениям. И появление феномена движения Black Lives Matter в контексте избирательной кампании. И то, как демократы использовали его в избирательной кампании, тоже о многом говорит. На самом деле то, что недооценивается, на мой взгляд, это фактор экономики. Потому что если посмотреть на экономико-географические карты и посмотреть на то, в какой степени те или иные штаты участвуют в процессах экономической глобализации. В какой степени они погружены в международную торговлю. В какой степени они погружены в формирование глобальных цепочек добавленной стоимости. Мы увидим, что как раз восточное и западное побережье это те штаты, которые получили максимальные выгоды от глобализации. И они голосовали за демократов. А вот штаты, ориентированные на национальный внутренний рынок, штаты традиционно ориентированные на те отрасли экономики. Ну, тут есть и экспортные отрасли, как нефтегазовый сектор. Но те штаты, которые ориентированы на те отрасли экономики, которые, в общем-то, связаны с производством товаров и услуг, которые потребляются преимущественно в самих Соединенных Штатах, и в меньшей степени включены в глобальной цепочке добавленной стоимости, то мы увидим, что это как раз Средний Запад, это как раз Юг в Соединенных Штатах и Северо-Запад. Это, в общем, достаточно такой тоже интересный фактор, который тоже предстоит проанализировать. Но мы видим, что совершенно разные группы населения голосуют за демократов и голосовали за Байдена и за Трампа. Трамп, в общем-то, президент, за которого голосовали на предыдущих выборах преимущественно белые мужчины, и не только мужчины, но и белое население Соединенных Штатов. А Байден — это все-таки кандидат и теперь, видимо, президент, за которого голосовали не только белые, голосовали и чернокожие, и часть латиноамериканцев. Часть, кстати, поддерживала Трампа. Американцев латиноамериканского происхождения из-за его позиции по Кубе и по Венесуэле. Можно также сказать, и это тоже очень интересные такие тенденции, что крупные города стали все-таки ориентироваться на демократов. Это тоже фактор глобализации, здесь тоже имеет значение. А еще имеет значение фактор включенности в информационные потоки. Потому что, конечно, уникальная компания, в которой действующий президент настолько не получил поддержку средств массовой информации. Это, конечно, говорит о позиции не только медийного сообщества, но и значительной части элиты. Хотя часть элиты, конечно же, ориентировалась на Трампа. И Трамп, который пришел в свое время, победил на прошлых выборах как кандидат, скорее связанный с республиканской партией. Он стал настоящим лицом республиканской партии за четыре года. Он получил поддержку большинства республиканцев по-настоящему. И, в общем, это тоже показали, и эти выборы тоже. Вот, поэтому картина ведь такая сложная. Шанс на нормализацию российско-американских отношений не просматривается. Я вам скажу честно, прямо и открыто. Во-первых, в Соединенных Штатах существует двухпартийный консенс относительно России, относительно отношений с Россией. Санкции, которые были введены против России, начал их владеть президент Обама. Усугубил ситуацию президент Трамп, причем усугубил очень серьезно. Потому что, если мы даже посчитаем, сколько раундов санкций было при Обаме и сколько при Трампе, мы увидим, что Трамп ввел гораздо больше санкций, чем Обама. Плюс те санкции, которые... Я, конечно, понимаю, что здесь не во всем был властен, собственно, президент, и многое делал Конгресс, но президент в свое время, когда принимался, например, закон о противодействии противникам США посредством санкций в 2017 году, президент не сильно боролся с Конгрессом за то, чтобы не принимать этот закон. Хотя его немножко смягчили, но тем не менее. При Обаме большинство санкций вводилось президентскими распоряжениями. Могло быть снято президентскими распоряжениями при Трампе. Очень многие санкции получили кодификацию через резолюцию Конгресса, а снять их практически нельзя или очень трудно снять. То есть мы помним, как снималась поправка Джексона Вейника. Вот я думал, что будет примерно такая же история. С точки зрения политического климата и внутриполитической ситуации в США, Россия воспринимается значительной частью американской элиты как противник. Об этом открыто говорят, об этом говорят не только СМИ. Это зафиксировано в американских стратегических документах. Если мы посмотрим и стратегию национальной безопасности, которая была принята при Трампе, и стратегию национальной обороны, и ряд других внешнеполитических документов, документов, связанных с обороной и безопасностью. Открыто Россия, Китай, иногда Россия, Китай и Иран называются врагами Соединенных Штатов. Врагами, я подчеркиваю это. Именно в таких формулировках. Ну, в общем, это говорит о такой позиции на государственном уровне, зафиксированной позиции элиты. И, к сожалению, и среди демократов, и среди республиканцев можно назвать только отдельные исключения, когда люди более прагматично и политики, эксперты более прагматично подходят к развитию российско-американских отношений, понимают, что есть вопросы, по которым мы не можем не сотрудничать, есть темы, по которым необходим диалог и активное взаимодействие. Но этих людей немного, они в меньшинстве. Более того, когда они открыто выступают в печати, открыто выступают в Конгрессе, они получают абструкцию со стороны своих коллег, со стороны вообще значительной части профессионального экспертного сообщества, особенно ее идеологизированной части и со стороны журналистов. И, к сожалению, очень многие профессионалы, блестящие американские профессионалы, аналитики, специалисты по России, они вынуждены молчать даже по тем вопросам, по которым они считают нужным вести диалог с Россией, сотрудничать и так далее. Потому что они сталкиваются с кампанией против них, с травлей, с попытками дискредитации в СМИ. Мы видели эти коллективные письма, которые писались против американских политологов, которые выступали за диалог с Россией. Это очень сильно напоминает какие-то другие времена в какой-то другой стране. Поэтому можно сказать, что здесь создан такой крайне негативный идейно-политический фон для любых попыток нормализовать отношения России и США. Но, конечно, каждый приход новой администрации открывает какое-то окно возможностей для диалога по отдельным вопросам. Вот сейчас может открыться не окно даже, а форточка. Вот если мы в эту форточку попытаемся как-то вдохнуть какие-то смыслы и запустить ветер каких-то изменений, ну, может быть, что-то из этого получится. Но у меня очень большой скепсис относительно реальных возможностей для того, чтобы что-то получилось. А вот это вот как раз, как мне кажется, один из тех маленьких сквознячков, который может в эту приоткрытую форточку пройти. И здесь есть некоторое пространство для диалога. Оно, правда, сужающееся. Но, например, есть последовательная позиция президента, ныне в прошлом сенатора и вице-президента Джо Байдена по проблематике контроля над вооружением. Он всегда последовательно выступал против выхода Соединенных Штатов из любых договоров, заключенных с Советским Союзом и с Россией по вопросам контроля над вооружением. И поддерживал заключение новых соглашений в этой сфере. Если мы посмотрим, как Джо Байден реагировал на выход Соединенных Штатов из договора о противоракетной обороне, договора Попро в 2002 году, в 2001-м была дискуссия, в 2002-м случился выход, то Джо Байден выступал против. Да, когда сейчас вот недавно Дональд Трамп принимал решение о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ДРСМД 1987 года, Джо Байден был против. Когда Соединенные Штаты при Трампе выходили из совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, Джо Байден был против. Вот, это уже позиция. И сейчас по вопросу о продлении договора об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений у Байдена тоже однозначная позиция, которая сильно отличается от того, что мы видели с Дональдом Трампом. Байден выступает за продление на пять лет как-то предусматривает договор без предварительных условий, без дополнительных условий. Это очень сильно отличается от того, что мы имели с администрацией Трампа. Потому что на протяжении фактически двух лет наше Министерство иностранных дел вело очень мучительные и тщетные переговоры с американскими партнерами по поводу продления договора об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений. И тот вариант, который в конце концов удалось, на который удалось с большим трудом выйти, о продлении на год, это полумеры. Я хочу отметить, что американская сторона при Трампе постоянно пыталась навязать какие-то дополнительные, абсолютно невыполнимые условия для продления договора. А то подключите Китай. Как будто мы здесь властные, как будто они сами не понимают, что речь тогда вышла о совсем другом договоре. И у Китая сейчас нет никакой мотивации для того, чтобы участвовать реально в серьезном диалоге об ограничении стратегических наступательных систем, как и нестратегических тоже. То давайте подключим вопросы тактического ядерного оружия, совершенно другие, качественно другие вопросы, никак не связанные с СНВ. То давайте будем применять какие-то новые системы, принципы верификации, совершенно недопустимые форматы для этого предлагаются. Какие-то странные идеи с заморозкой числа боеголовок, причем при учете не только стратегических боезарядов. Ну, в общем, это нонсенс. Это все была достаточно такая бесполезная и тяжелая работа. Можно только посочувствовать Сергею Алексеевичу Рябкову и коллегам, которые в этом вынуждены были участвовать. Но вот есть маленькая надежда, что в тот короткий период после инаугурации Байдена и до того, как в феврале истечет срок, в который мы можем продлевать этот действующий договор, мы успеем провести вот такую договоренность уже с администрацией Байдена. Но это, конечно, очень нехорошая ситуация, риски очень существенные, и мы можем оказаться без продленного договора по стратегическим наступательным системам. В общем, выработка нового договора потребует времени, усилий политико-дипломатических, политической воли. И та политическая обстановка, о которой я вам говорил, она явно не будет способствовать тому, чтобы договор, во-первых, был подписан новый, а во-вторых, прошел ратификацию в Конгрессе. И это самый важный фактор, потому что с продлением там не надо ратификации Конгресса. У нас Совет Федерации должен ратифицировать продление, но это не такая сложная процедура. Там как раз есть позиция однозначная у профессионалов, у тех, кто занимается международными делами в Совете Федерации. Они однозначно выступают за продление этого договора. И Константин Иосифович Косачев, и Сергей Иванович Кисляк, и Владимир Петрович Лукин, и другие профессионалы, сенаторы, которые сделали карьеру во внешнеполитической сфере. Поэтому мы можем оказаться в очень плохой ситуации. В сочетании с тем, что происходит в связи с выходом Соединенных Штатов из ДРСМД, в общем, кризис может быть очень серьезный. Нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Время меняется. Я бы не говорил о холодной войне. Я говорил бы о том, что есть конфронтация. Конфронтация глубокая. В самых разных сферах. Она не так выражена в идеологической сфере, хотя здесь тоже есть элементы конфронтации. Да, как это было с Советским Союзом, с Соединенными Штатами. Все-таки другие государства. Другое государство России, нежели Советский Союз. Соединенные Штаты остались теми же. В военно-политической сфере конфронтация нарастает. В сфере политической, экономической, информационной конфронтация, в общем, находится на достаточно высоком уровне. Но потенциалы очень разные, за исключением военной сферы. И, в общем-то, надо принимать во внимание, что для Соединенных Штатов перспективный противник, главный, это не Россия. Это Китайская Народная Республика. И они об этом открыто говорят, пишут, выступают. Особенно это было заметно при администрации Трампа. Сейчас посмотрим. Байден может быть осторожнее в этой сфере и люди, которые придут с ним. Но здесь однозначно сделаны большие ставки, военные бюджеты, расставлены приоритеты в военном строительстве. Есть подходы к тому, что называется декаплинг. Хотя декаплинг – это разделение экономической взаимозависимости Соединенных Штатов и Китая. Хотя здесь, на самом деле, процессы гораздо сложнее. И разорвать торгово-экономические связи, инвестиционные, ну, не представляется возможным. Это займет еще долгие годы. Но для многих в американской политической элите идея разорвать ту взаимозависимость с Китаем, которая сформировалась в торгово-экономической, финансовой сфере за последние 20 лет, она живет. И есть много сторонников у этой идеи не только среди республиканцев, но и среди демократов. Однозначно между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой конфронтация будет нарастать. Вот в какой степени конфронтация США с Китаем станет стимулом для того, чтобы, например, Россия и Китай выстроили какую-то новую модель отношений в военно-политической сфере. И нужно ли это Вашингтону? На мой взгляд, вопрос пока открытый. Пока у Соединенных Штатов нет осознания такой возможности. И на мой взгляд, Соединенные Штаты сделали все за последние, начиная с 2014 года, а возможно и ранее, для сближения по очень многим политическим вопросам, по вопросам безопасности, позиций России и Китайской Народной Республики. Другое дело, что Россия, конечно, ориентирована на развитие сотрудничества с нашими китайскими стратегическими партнерами, но при этом Россия всегда стремилась и стремится диверсифицировать систему своих внешнеполитических партнерств. И мы развиваем активное сотрудничество и со странами Юго-Восточной Азии, и с Индией. С Индией у нас серьезное сотрудничество в сфере военно-технической, и это касается не только поставок вооружений военной техники, это касается взаимодействия между военными, взаимодействия на политическом уровне, и здесь очень высокий уровень доверия. И мы тоже не только с Китаем развиваем такую систему отношений, но и с Индией, и не видим здесь противоречий. И для России это не было никогда противоречием. Шансов на заключение нового договора нет. Давайте называть вещи своими именами. Потому что для Соединенных Штатов выход из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в значительной степени продиктован тем, что им нужен дополнительный инструмент к стратегическим наступательным системам и к ракетам средней и меньшей дальности, не наземного, а морского и воздушного базирования, им нужен дополнительный инструмент сдерживания Китая. Ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, которые США, в случае, так говорила администрация Дональда Трампа, хотят разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С Россией здесь тоже неоднозначная ситуация, потому что администрация Трампа говорила открыто о том, что они готовы и будут размещать ракеты в средней и меньшей дальности, прежде всего в средней дальности наземного базирования. И в Европе тоже называли якобы существовавшие с российской стороны нарушения в качестве первопричины этого дела. Но на самом деле это вопрос пока открытый, и администрация Байдена может здесь найти точки соприкосновения с Российской Федерацией как раз по Европе. Потому что Российской Федерацией сделано вот это предложение о моратории на размещение ракет средней дальности в европейской части России и, соответственно, в Европе американских ракет. И, в общем, не воспользоваться этим предложением, которое Москва уже положила на стол, было бы как минимум неразумно. То есть это опять логика вот этой борьбы на два фронта против России и против Китая, которая, на мой взгляд, завладела умами в Вашингтоне. Ну, Генри Киссинджер, например, патриарх американской внешней политики, я думаю, не очень одобряет такой подход, потому что он всегда выступал против того, чтобы противодействовать двум серьезным противникам одновременно. Ну, в общем, это выбор Вашингтона, он его делает, если то он будет пожинать плоды такой политики. Новое, не новое. Есть совместный всеобъемящий план действий по иранской язерной программе, а Соединенные Штаты могут туда вернуться. О новом соглашении, я думаю, речи быть не может, и я думаю, что никто на него не согласится. А та договоренность, она рабочая. Причем, кстати, Джо Байден об этом говорил в своих выступлениях, он ее оценивал как рабочую, как эффективную и критиковал Трампа за выход. Поэтому я думаю, что это вполне рабочая модель, и Российская Федерация здесь неоднократно высказывалась за необходимость сохранения такого формата, и есть понимание со стороны наших европейских партнеров. Так может быть, для США это какой-то шанс тоже принять участие в многостороннем и достаточно эффективном механизме. Другое дело, что многое изменилось с тех пор, как заключалась сделка, но пока Иран демонстрирует готовность участвовать. Учитывая существующую систему ядерного сдерживания, принципы ее функционирования, учитывая механизмы, страхующие, защищающие от случайных пусков, учитывая существование системы предупреждения о ракетном нападении и так далее, мы можем с достаточно высокой степенью уверенности сказать, что между ведущими ядерными державами вероятность крупномасштабного ядерного конфликта с применением ядерного оружия минимальна. Если мы будем говорить о новых членах ядерного клуба, то здесь всегда остаются разные сценарии, разные риски, но мы периодически наблюдаем рост напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном. Это две ядерные державы. Мы знаем, что есть ядерное оружие у тех стран, которые являются легитимными членами ядерного клуба. Поэтому риск применения ядерного оружия, к сожалению, остается и, возможно, даже возрастает. И с разрушением режима нераспространения ядерного оружия, а его эрозия неизбежна, если произойдет распад системы контроля над вооружениями, а он происходит, то мы увидим большее количество ядерных держав, мы знаем, сколько сейчас пороговых стран, мы знаем, сколько стран стремятся к тому, чтобы стать ядерными державами. Ну и, соответственно, чем больше участников всей этой системы, и чем сложнее модель взаимодействия между ними, тем больше рисков и факторов, которые могут привести к дестабилизации международной обстановки и к возможным случаям боевого применения ядерного оружия. Причем здесь есть очень плохая тенденция. Она связана с понижением ядерного порога, и она связана с тем, что ядерное оружие могут начать, и уже отчасти воспринимают, и это фиксируется в военных доктринах ряда государств, кстати, и Соединенных Штатов. Ядерное оружие начинают вновь воспринимать не как средство сдерживания потенциального противника, а как возможное оружие, которое можно применить на поле боя. Это очень серьезные изменения. Например, американское, то, что зафиксировано в обзоре ядерной политики США, который выходил при Трампе, вот эта ориентация на снижение мощности боезарядов, это, в общем, тенденция очень негативная в этом отношении. Плюс еще стираются грани между ядерными и неядерными средствами. Прежде всего, это касается новых систем, перспективных систем, когда есть носители, которые могут нести как ядерный боезаряд, так и неядерную головную часть. Есть очень нехорошие тенденции с возможностью использования ударных дронов, с возможностью развития и высокоточных систем вооружений, и гиперзвуковых систем, в том числе с ядерными боезарядами. В общем, это такие перспективные тенденции, но они уже проявляются. Это новые технологические изменения, которые повлекут за собой изменения в военной мысли и в военной теории и практике. И, конечно, здесь можно увидеть очень негативные тенденции, но будем надеяться, что ядерной войны не будет. Вести переговоры, иметь четкую позицию по существующим системам вооружений и военной техники, и перспективным системам, в том числе и ядерным, учитывать те факторы, которые могут дестабилизировать стратегическую стабильность. Сейчас вообще наблюдается отход от этой концепции. Концепция оправдана с точки зрения оценки рисков, с точки зрения понимания не только военных, но и психологических механизмов, которые обеспечивают баланс сил и восприятие своего противника и возможности получить ответный или ответно-встречный удар в ответ на превентивное применение ядерного оружия. Здесь, конечно, нужно, опять же, вести переговоры, заключать обязывающие соглашения, имена обязывающие соглашения, а не рамочные декларации. Устанавливать потолки, создавать меры доверия, вырабатывать меры реагирования на кризисы и сценарии прорабатывать, как действовать в случае возникновения кризиса, как управлять развитием событий, как не допустить неконтролируемой эскалации. Здесь большое пространство для диалога не только между дипломатами и военными, но и на уровне экспертов. И здесь открываются большие возможности для диалога профессионалов со всех сторон, которые могут участвовать на компетентном уровне в обсуждении этой проблематики и давать идеи для лиц, принимающих решения в своих странах, вырабатывать какие-то подходы, которые могут быть потом использованы в дипломатии. Кстати, Китай здесь остается таким игроком, который в недостаточной степени вовлечен в эти процессы ни на официальном уровне, ни на научно-экспертном уровне. И хочется надеяться, что наши китайские партнеры, товарищи со временем придут к пониманию необходимости транспарентности в сфере ядерной политики, большей транспарентности, к пониманию того, что необходимо формировать, не только показывать, а что у вас действительно есть за душой и сколько у вас боезарядов, носителей, какие они, но и формировать и публиковать какие-то доктринальные вещи, чтобы ваш потенциальный противник или другие державы, не обязательно противники, понимали, каковы ваши приоритеты в военной сфере, в том числе в сфере ядерного сдерживания. И это уже будет неплохим шагом в сторону того, чтобы вовлекаться в диалог по вопросам контроля над вооружениями, и выходить на, возможно, когда-нибудь в перспективе и на многосторонние обязывающие соглашения. Мы привыкли и мы выстроили ту модель взаимодействия, которая существует в этой сфере, мы выстроили все-таки на двусторонней основе между Россией и США, а до этого между Советским Союзом и США. Многосторонних ядерных соглашений, за исключением договора о неспостранении ядерного оружия, фактически нету. Но есть взяи договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний, к которому Соединенные Штаты не присоединились. В общем, это такой тоже не совсем позитивный опыт, но нам нужно думать о форматах на будущее, когда Китайская Народная Республика, а вслед за ней и другие страны, и Индия, и Пакистан, и, возможно, еще другие страны, и Великобритания, и Франция, как старые ядерные державы, смогли бы участвовать в переговорном процессе и выработке каких-то обязывающих соглашений по различным видам, в том числе ядерных вооружений, не только по стратегическим системам, но, возможно, и по ракетам средней-меньшей дальности. И для случаев с Китаем, с Великобританией, с Францией, это как бы более актуальная тема. Или по каким-то еще видам вооружений, поэтому ядерных, поэтому здесь нужен диалог. Ну, она уже влияет. Посмотрите, как затруднен реальный диалог. Понимаете, да, дипломаты все равно, невзирая на ограничения, проводят встречи, военные встречаются, обсуждают вопросы. Но экспертам труднее встречаться, особенно тем экспертам, которые не вовлечены в работу официальных делегаций, а привыкли вести диалог на экспертном уровне. Потому что совершенно один уровень доверия, когда вы ведете диалог на каких-то интернет-платформах, и другой уровень доверия, когда вы сидите и с глазу на глаз за закрытыми дверями обсуждаете серьезные проблемы международной безопасности. Я вам могу сказать, что вот наш институт совместно с Институтом США и Канады Российской Академии Наук, мы ведем диалог с американскими коллегами из Национальной Академии Наук США по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности. Он идет с марта месяца этого года, сейчас в ноябре мы продолжаем эти встречи, через соответствующие интернет-платформы в онлайн-режиме мы общаемся. Конечно, мы обсудили много вопросов, есть практические рекомендации, которые были выработаны и направлены руководству двух стран по этой проблематике. Но на самом деле мне приходилось неоднократно участвовать в такого рода экспертных консультациях по различным вопросам международной безопасности, в том числе контроля над вооружениями. И, конечно, уровень доверия и реальная динамика диалога, она другая, когда вы разговариваете с человеком с глаза на глаз. Потому что дипломатия — это эмпатия, это искусство коммуникации, экспертная дипломатия — тоже научно-экспертная дипломатия. И ведение такого рода серьезного разговора, оно требует все-таки реального общения. Поэтому вот пандемия уже влияет.